Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, как же правильно обучаться Android разработке, что выбрать, курсы, самостоятельное обучение или прибегнуть к услугам менторства. Мне есть что об этом сказать, во-первых, я сам обучаю людей на платных курсах, во-вторых, я как Android разработчик, ну так как и программист в других сферах, в которых работал до этого, я обучался на самостоятельной основе, то есть не прибегал в основном к услугам всяких курсов, я обучался самостоятельно, но опять же, приезжая в Android разработку, почему я обучался самостоятельно, потому что я в принципе пришел не с нуля в программирование, я пришел в другую сферу и понимал, что мне изучать, но опять же, в этом тоже есть свои большие минусы по самостоятельному обучению. Ну и так же я однажды прибегал к услугам менторства, я хотел правильно изучить архитектуру и прибегал к услугам менторства, и тут так же мне есть что рассказать, то есть я вам расскажу как, что, где устроено, как выбирать, как вести себя в том направлении, в котором вы выбрали, ну и в целом, возможно, отвечу вам на вопрос, как все-таки обучаться на курсах самостоятельно или с помощью ментора. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, во-первых, самостоятельное обучение. Что вас ждет, если вы становитесь на этот путь? Перед тем, как зайти на этот путь, вы должны просто иметь у себя план вашего обучения. То есть вы должны понимать, сколько часов в день вы будете выделять на свое обучение. Вы должны понимать, где вы будете брать всю информацию. Но естественно, вам нужен, конечно же, как я сказал, до этого план обучения. И тут нужна суровая дисциплина, крепкие нервы и ваше стремление обучаться. Для чего это все нужно, во-первых? Смотрите, вы должны иметь четкий план. Где этот план взять? Открываете вакансии, заходите в headhunter.ru, тот же, да? И смотрите, идете по всем вакансиям, выберите сразу крупный город, Москва, чтобы было много разных вакансий по Android разработке. И выписываете, что требует. И все, что пересекается, то вам и нужно изучать. То есть все, что требует в разных вакансиях и совпадает в разных вакансиях, то вам и нужно изучать. Но можно сделать гораздо проще. Можете и посмотреть видео, например, у меня на канале, roadmap для Android разработчиков. Я вообще в целом каждый год выпускаю видео по Android разработке. И в плане, что нужно знать Android разработчику в текущем году. И там прям я перечисляю технологии и все, что там перечислено, все вам нужно изучить. Ну, начать нужно, конечно же, с установки Android Studio, с базовых основ языка Kotlin и с базовых основ Android разработки. Опять же, базовые основы Android разработки есть трехчасового видео у меня на канале. В этом году обновленное я выпускал о том, что нужно знать. И потом идти уже после этих основ, в дальнейшем по пути изучать базы данных. Но опять же, все это тысячу раз уже рассказывал. Какие же вас ждут здесь минусы? Во-первых, вы не знаете, где брать информацию. Я вам подскажу. Вы должны брать информацию с англоязычных источников. То есть, по факту, искать информацию в Google. Но эта информация о технологиях не должна быть старше года или полтора года. А в некоторых технологиях и не старше, чем полгода. Можете использовать YouTube. Но я лично, мне лично неудобно. Да, вы видите, что как, что делает. Но когда вы берете и смотрите в Google определенные англоязычные статьи, и у вас уже есть демонстрация кода, вы этот код можете быстро скопировать, вставить свой, скажем так, учебный проект и посмотреть, работает он или нет. Если он работает, то потом уже фильтруете этот код на, скажем так, на правильность написания и ответ. И смотрите на этот код, отвечает ли он всем принципам написания чистого кода в данной сфере. В нашем случае это Android разработка. Да, проблема с открытыми источниками в сети в том, что большинство, что представлено, большинство рекомендаций, они сделаны со стороны очень плохого кода. Ведь хороший код никто не будет выкладывать в открытый доступ, потому что те люди, которые умеют писать правильно, они, скорее всего, бесплатно ничего публиковать не будут. Все те, кто делает это бесплатно, они делают в двух случаях. Либо они, как бы, публикуют небольшие такие отрывки с общих тем по Android разработке, какие-то примеры небольших, да, скажем так, небольших участков, небольшого функционала, который можно реализовать. А полный функционал вы можете уже получить на платной основе, неважно, как это, курсы, не курсы. Но есть такая, как бы, маркетинговый такой подход, что многие, ну, есть такой маркетинговый подход, что дается небольшая часть, какой-то участок, чтобы вы посмотрели, как это все работает с нормальным кодом, а остальное уже платно. Есть вторая категория, которые дают все бесплатно. И, как правило, ну, подумайте сами, человек не будет ничего делать бесплатно, никогда. Да, если он делает бесплатно, он тратит свое время зря. Смысл в этом? Смысл ему давать что-то бесплатно, если за это время он может сделать уже заказную разработку и заработать на этом? Поэтому то, что просто дается полностью открыто и бесплатно, оно все отвечает плохим принципам кода. Взять даже вот пример RecyclerView. Можете для интереса просто даже поискать. Мы все знаем, что RecyclerView это список. У RecyclerView он состоит из элементов списка. У каждого элемента, например, к одним элементам, например, у нас есть список с товарами, да, и каждый элемент это карточка одного товара, такая небольшая презентация, да. И внутри этой карточки есть, допустим, кнопка подробнее. И стоит вопрос, как сделать, чтобы при табе по этой кнопке подробнее был переход, допустим, в карточку этого товара. Именно конкретного товара. И стоит вопрос, где прописать функционал перехода. Если вы будете гуглить, смотреть, вы в 80-90% случаях увидите, что всю эту бизнес-логику по переходу и передаче данных вы должны сделать типа в адаптере этого RecyclerView. Но проблема в том, что адаптер нужен лишь для того, чтобы наполнить ваш RecyclerView контентом. Ну и в крайнем случае просто повесить само событие таба. Все, никакой бизнес-логики там не нужно будет. А вы в интернете, если будете искать, вы везде найдете всю эту бизнес-логику в адаптере, в итоге адаптер становится больше, и там может даже на несколько сотен строк растягиваться. А на самом деле это неправильный подход. Весь, всю бизнес-логику нужно в идеале выносить в отдельный класс, либо в активе или фрагмент, где сам RecyclerView располагается. Так что, что я хочу на этом сказать? Я хочу сказать, что когда вы самостоятельно обучаетесь, вы по большей своей степени, если не будете ни с кем, ни с каким андроид-разработчиком общаться и консультироваться, вы просто будете использовать, ну грубо говоря, говнокод, который просто преобладает в сети. Тот же стек оверфлоу, зайдете, там столько этого говнокода, ну и устаревшего. В общем, какие проблемы, в принципе, при самообучении? При самообучении основные проблемы, то, что у многих нет плана общего, и они изучают все хаотично, то одно, то другое. Где-то там видос посмотрели, где-то там видос посмотрели. Да, кстати, подход посмотреть видос, посмотреть видос, посмотреть видос, и изучение отрывками, это подход, вот такое поглощение информации отрывками, это подход, который не сделает из вас андроид-разработчика, потому что у вас нет целостного обучения, у вас есть там ухватил, там ухватил, там ухватил, а целой картины-то и нету. И я очень часто вижу такое, ко мне приходят на консультацию, говорят, я то-то делал, то-то делал, то-то делал, нужен ли мне мой курс, нужен ли мне ваш курс? Я задаю вопрос, вы умеете это делать? Вы умеете поднять сервер? Вы умеете работать с базой данных? Вы можете то-то, то-то сделать? Мне говорят, нет, такое не могу. А человек уже два года самостоятельно обучается. Вот в этом вся и проблема, в том, что нету полного плана, полной стратегии, непонятно, что и зачем изучать. Просто идет, понравился какой-то видос красочный, классно посмотрю, повторил, ну да, классно умею, а в целом картины-то нету, там отрывками может сделать, да и все, больше, в принципе, ничего не может сделать. Это одна часть проблемы, другая часть проблемы, то, что человек, обучаясь, использует открытые источники в сети, где плохой код. Но он рабочий, он будет работать, но со стороны правильного написания, это неправильно, может даже приложение, где-то будет медленнее работать. Но и в целом, такой код лучше никому и не показывать, потому что он неэффективный. Это проблема, действительно, которая есть, связана с открытыми источниками, что люди просто бесплатно публикуют, не заморачиваются и не относятся ответственно к качеству написания кода. Это очень плохо. Допустим, я в своем курсе, у меня, когда люди обучаются, есть видеоурок, в котором я показываю, как это делается. Под каждым видеоуроком есть ссылка, по которому вы можете скачать весь код из урока. Этот код, он взят из реальных бизнес-проектов. То есть, это лучшая практика. И поэтому, я как бы на курсе своем, я сразу обучаю правильному написанию. Другая сторона, то, что некачественный код. Ну, третья проблема в самообучении, это в том, что, собственно, используется устаревшая информация. Приходит человек, берет информацию из статьи 3-4 летней давности, а это уже по 3 раза все поменялось. Поэтому нужно следить за давностью написания того или иного функционала. Ну, и в целом, когда человек так подходит, он очень велика вероятность, что он выгорит и не доучится. Хотя, я сам обучался Android-разработке самостоятельно. У меня на это ушло от дати до состояния, ну, просто выучиться до джуна, да, полтора года, плюс повысить свою квалификацию до метла полгода. Ну, и практиковался, конечно же. И еще очень, кстати, я упустил самую, еще такую важную такую штуку, что человек, когда сам обучается, он просто обучается. Он не пишет свой проект очень часто. Многие пишут, а многие не пишут. Поэтому очень важно, когда вы параллельно обучаетесь, пишите свой какой-то проект. Придумайте. Вот я всегда говорю, что самый классный проект, который у вас прокачает просто все, использование всех библиотек, которые используют андроид-разработчики, это составление списка покупок. Там вы проработаете просто все. Я опять же сотни раз об этом уже говорил. Да, приложений таких много, но зато это то, что вы реально сделаете, это то, что реально будет работать, это то, что можно даже продать, и это то, что даже при собеседовании вы покажете использование всех, всех, всех библиотек и всех, всех технологий. Подход с самообучением, вы знаете, он такой заковыристый, он вроде классно, никому не нужно ничего платить, я сам всего достигну, все, все у меня получится, но он долгий, нужен правильный план, нужно, чтобы вас кто-то координировал по пути, да, нужен также понимать, где брать информацию, нужно отличать хороший код от плохого, нужно как дятел стучать, потому что, если вы будете делать все самостоятельно, у вас в первое время вообще ничего не будет получаться, вы можете сидеть над изучением какого-то функционала, пробовать его сделать, и он у вас не будет месяц получаться, вы будете месяц или два просто сидеть на одном месте и понимать, думать, как же мне это все реализовать, как же у вас будут мозги закипать, вот если вы на этом пути не сдать, вот если вы на этом пути не опустите руки, то тогда у вас все будет хорошо, вы в итоге, у меня был случай, у меня был, изучал создание базы данных mysql на сервере для того чтобы потом получать данные все к себе в приложение и у меня не получал не работал один один метод не работал и я много источников перерыв перерыл и многое там внутренне внутренне все изучал и мне уж у меня ушло на это целый месяц и мне кстати многие когда люди пишут я вот нет сижу пять дней не могу реализовать такую штуку не знаю что делать мне очень смешно но пять дней это не так уж и много людей месяцами сидят не могут реализовать поэтому это минусы самообучения я как бы разбил разобь я хотел сделать это видео в одном в одном выпуске да но я разобью все-таки это видео на три выпуска первый выпуск первая серия это самостоятельное обучение в которых я принципе вам поднял и рассказал все проблемы это отсутствие строгого плана непонимание откуда брать информацию непонимание какой код хороший какой плохой непонимание то есть как как с этим всем работать ну конечно же устаревшая информация и определенная каша в голове и в плане того что изучать и как как все-таки идти по обучению и получается урывистый потребление урывистой информации то оттуда то оттуда то оттуда а в целом ничего сделать не можешь это главная проблема смотрите сколько минусов у самостоятельного обучения плюс один но даже два плюс плюс а два два плюса во первых если вы выучить по самостоятельному обучению вы наверняка будете очень хорошим программистом потому что вы все можете и скорее всего на работе вам был вам будет легко и разработки на заказной тоже будет легко и во вторых бесплатность то есть ничего вы не тратите это прекрасно но минусов много я честно говоря да мне выгодно сейчас прорекламировать курс но и собственно в каждом видео так и дело но я вам хочу сказать что если вы идете на какой-то курс это не факт еще что вас хорошо обучат например если идете ко мне на курс то почему я во первых у меня на курсе есть помесячная оплата то есть если вы сомневаетесь научу ли я вас или нет вы можете оплатить первый месяц только допустим с моими консультациями первый месяц три тысячи рублей если не нужны мои консультации нужно только видео уроки то вообще полторы тысячи рублей но это смешные деньги с которыми можно рискнуть если вы не доверяете мне и скажем так и думаете что я вас возможно не научу но на моей практике не было ни одного человека который бы не научился конечно есть какая-то статистика когда люди уходят со второго месяца но там множество проблем у людей как жизненных так нежизненных так и желание казалось что не такое было и сильное желание обучиться конечно статистики не бывает стопроцентно дохождение до финала конечно же с какой-то процент отваливается но этот процент настолько мал что когда люди ко мне приходят я я пытаюсь просто изучить я вы поймите что да у меня есть консультации и у меня большое количество учеников и если бы я делал курс плохо и было все непонятно у меня было бы много вопросов в плане консультации на заявок на консультацию я просто не разгребал бы этот объем поэтому курс делаем так что сделать все максимально просто все максимально понятно чтобы было минимум вопросов а те вопросы которые появляются но они в 90 процентов у всех одинаковый поэтому собственно это мой подход к курсу где сделать курс качественно чтобы было все понятно а не есть некоторые уточнения которые можно у меня уточнить только кроме того на моем курсе и люди выполняют домашние задания я их проверяю я кстати говоря в домашних заданиях я не проверяю запускается ли мобильное приложение или приложение или нет но естественно должно запускаться по итогу урока я проверяю исключительно код правильность написания я и смотрю на кого на код в плане того отвечает ли он всем правилам написания чистого идеального кода мне не важно запускаются вас приложение или нет в обычно мне ученики пишут что все запускается ученик не пишет я переспрашиваю запускается ли приложение или нет мне важно как вы пишете код это очень важно потому что когда вы придете на собеседование никто не будет запускать ваше мобильное приложение все будут смотреть как вы пишете код это очень важно ну в общем самостоятельное обучение рекомендовать могу ли я это или нет скорее нет потому что я сам прошел вот реально то что я прошел за полтора года если бы я знал что где где брать и как брать, и как подходить к этому, я вместо 1,5 года потратил бы 3 до 6 месяцев. Собственно, то, что я прошел за 1,5 года, я упаковал в курс и помогаю людям пройти за 3-6 месяцев. Если человек выделяет 4 часа в день, 3 месяца. Если человек выделяет выходной или 1-2 часа, 1 час. Даже у меня был случай с 2 часами в день человек за 3 месяца проходил. Если человек выделяет чисто выходной, 6 месяцев. Но в любом случае это не 1,5 года. Могу ли рекомендовать? Скорее нет Да, это классно Сделает от вас программиста Но вы столько нервов потеряете и времени Что я вам не советую, можно сделать все намного проще И круче В следующем видео мы поговорим с вами о таком способе обучения Как курсы Ведь идя на курс Это вам не дает гарантии, что вас нормально научат Я вам расскажу как обучать Я вам расскажу как отличать нормальные курсы От плащей В общем сегодня я вам просто рассказал про самообучение Я надеюсь было полезно Ставьте лайки, пишите комментарии В следующем видео Я думаю это будет вторник среда Мы с вами поговорим о курсах А потом уже еще через видео Мы с вами поговорим о менторстве Там тоже есть свои нюансы Ну на сегодня все С вами был проект Мабу До встречи на следующих эфирах, всем пока